всем привет друзья сейчас мы начинаем верстать вот такой макет будем делать это с фигмы у нас есть дизайн разработанный фигме и мы начинаем с создания проекта в нашем редакторе просто создаем пустой каталог и сейчас начнем создавать структуру файлов а пока что если вы еще не подписаны на канал то обязательно сделайте это нажмите на колокольчик чтобы не пропускать новые видео и здесь будет очень много интересного по верстке создаем индекс html файл далее создаем каталог css в нем создаем файл стилей я называю его style.css здесь помощью восклицательного знака и клавиши tab мы открываем стандартную структуру сразу же подключаем style.css наш файл пишу заголовок просто tesla и далее смотрю фигме ширину самого контента нашего основного блока который будет у нас на десктопной версии после этого создаю хедер с классом header и в нем контейнер стиле можно разделить с html файлом на две части чтобы было удобнее и начинаем оформлять наш контейнер ширину ставим 1440 в соответствии с макетом и в моджин 0 авто для того чтобы контейнер у нас был по центру далее я нажимаю на заголовок макета фигме и выбираю экспорт здесь можно экспортировать все изображения которые есть в макете это очень удобно и быстро позволяет нам извлечь все вот эти картинки у нас скачивается архив и нам нужно извлечь все эти картинки из архива поместить в папку img в нашем проекте вырезаем все наши изображения создаем папку img в нашем каталоге tesla и помещаем сюда все изображения которые только что экспортировали здесь есть некоторые лишние изображения например что-то у нас в svg экспортировалось нам оно в данной ситуации не требуется поэтому я просто удаляю этот файл и некоторые картинки экспортировали сразу с текстом которые были в вектор в группы объединены в фигме например вот эти две и поэтому я их тоже удалю мы их будем верстать с помощью текста создаем тег nav для нашего меню в нем будет у нас ul и li умноженное на 9 в каждом из них будет ссылка а открывается вот такая конструкция у нас помощью emit просто нажимаем tab и сразу видим эту структуру здесь убираем ссылку потому что там у нас будет стоять логотип а добавляем именно наш логотип указываем путь к изображению далее надо оформить все наши текстовые элементы меню здесь фигме справа мы можем скопировать текст он у нас как бы закомментирован и перенести его суда таким простым образом а далее как вы видите также справа есть у нас основные стиле которые указывают шрифт размер шрифта толщину и всякие прочие стили которые нам будут очень полезны поэтому сейчас переносим пока что текст а дальше также перенесем стили и то что требуется подправим потому что не всегда такие сервисы и правильно эти стили нам генерируют в последний так ли мы тоже добавляем изображение здесь у нас будет наш гамбургер меню который будет у нас работать при мобильной версии сейчас мы видим вот такой вот html у нас пока что это не очень красиво но далее с помощью стиле мы все это поправим запускаем локальный сервер с помощью кнопки go live и теперь сможем видеть сразу же результат для body я добавляю margin и padding 0 чтобы у нас не было никаких отступов перехожу на google fonts и нужно найти шрифт монсеррат он у нас используется в нашем макете мы берем и его подключаем к нашему сайту чтобы подключить шрифт мы должны сделать следующее выбрать требуемое нам начертание для этого нужно посмотреть все наши текстовые слои и понять какие нам потребуются начертания то есть какая толщина шрифта нам потребуется стандартное среднее значение это 400 то толстый жирный шрифт это 700 например medium это 500 и так далее то есть вот эти вот начертания мы сейчас выберем в зависимости от того какие они используются на макете как вы видите здесь указана толщина то есть regular 400 medium 500 поэтому я добавляю самые основные в принципе несколько лишних даже если будет не помешает на сайте используется всего один шрифт в некоторых местах разная толщина это очень удобно и хороший макет он мне понравился поэтому нам будет достаточно просто со шрифтами с ним работать я выбил выбрал regular medium semi bolt и bolt как вы видите справа у нас четыре разных начертания в принципе никакие курсивные нам не нужны поэтому этого будет достаток также лайт я добавил тонкий шрифт может когда-нибудь он нам здесь пригодится потом не придется переподключать эти шрифты нажимаю ссылку эмбит и здесь нужно подключить в теги link на нашем html копируем этот код и здесь перед нашими стилями нужно написать шрифты сначала подключаем шрифты а потом уже наши стили чтобы все работало и также копируем css подключаем его в body для всего документа мы подключаем просто этот шрифт а дальше будем уже менять его размер в нужных местах и будем указывать толщину шрифта находим наше меню в фигме всю эту группу выделяем слева у нас что-то вроде свое в фотошопе и с помощью клавиши control можно наводить на другие элементы и смотреть отступы до них так же как это в принципе устроено в avocode или других подобных сервисах и здесь мы начинаем оформлять сейчас наш css я добавлю границу для хедера просто чтобы ее было видно потом мы это все уберем один пиксель красную и также можно добавить для контейнера на начальной стадии чтобы посмотреть правильно ли все у нас работает так как мы указали для UL я добавляю класс меню и здесь мы делаем следующее в CSS смотрим отступы сверху и по бокам и для меню пишем моржин с следующими параметрами через дефис мы указываем четыре значения и у нас после нажатия tab получается такой вот моржин который начинается сверху потом справа снизу и слева четыре значения у нас указываются также добавляю ему границу в один пиксель list style ставлю none для того чтобы не было вот этих кружков они нам не нужны потому что это будет у нас просто меню и сейчас видим вот такую картину отступы у нас уже появились теперь нужно сделать чтобы наше меню у нас было горизонтальным можно конечно сделать меню с помощью inline block то есть указать для всех наших лишек display inline block но я предлагаю сделать с помощью флексов мы для всего нашего меню ставим display flex и как вы видите у нас сейчас меню уже становится горизонтальным теперь с помощью флексов нам будет легче его настраивать то есть поставить ему вертикальное выравнивание например и различные другие параметры чем мы сейчас и займемся я немного сжал редактор для того чтобы было видно результат и не приходилось постоянно альтабиться в браузер и вот так уже будет чуть-чуть удобнее нам работать align items center делает у нас вертикальное выравнивание всех элементов по центральной оси а justify content space between разносит все наши элементы от левого края до правого и все свободное место которое остается распределяется автоматически между ними как мы видим через инструменты разработчика у нашего UL есть padding слева это стандартная картина поэтому мы просто обнуляем padding для всего нашего UL и теперь наш элемент Tesla прижат к левому краю сейчас изображение я выношу отдельно от меню чтобы они стали соседними элементами вместо того как было до этого немного нужно переработать структуру и сделать два UL то есть первый у нас основной второй где у нас будут что-то вроде магазина в IT и наши кнопки гамбургера а логотип у нас будет отдельно находиться на том же уровне если мы посмотрим на макет то увидим что там у нас три отдельных блока в меню находятся поэтому сделаем так же создаем два UL с классами меню 1 и меню 2 и здесь в CSS нужно немного изменить то что было написано ранее для nav я поставлю класс navigation но возможно нам придется использовать здесь селектор тега для того чтобы достучаться до нашего этого тега потому что к нему требуется максимально высокий приоритет и стили к нему могут не примениться если мы обратимся по классу для меню 2 я также ставлю padding 0 display flex а вот этот вот margin переношу на наш тег nav переношу также list style none align items center и пока что границу также переношу для второго нашего меню помещаю наш логотип в div с классом logo для того чтобы не делать ссылку display block а мы просто поместим ее в дополнительную обертку это нам немного упростит работу если мы обращаемся по тегу nav как вы видите display flex у нас применяет поэтому оставим в CSS обращение по тегу nav а в html просто уберем ему далее я добавляю justify content space between для того чтобы все эти три наших элемента разделились во все стороны то есть две по бокам и одна остается посередине у нас и align items ставлю цен здесь для меню align items можно убрать а display flex оставить по вертикали они будут равняться за счет своего родителя объединяю код чтобы его два раза не дублировать по двум разным селекторам просто пишем один и тот же код теперь копируем css стили для вот этого нашего элемента меню справа вы видите здесь стили скопируем их кроме шрифта так как мы для body установили этот шрифт по умолчанию и добавим сейчас все переносим скопированные стили в селектор nav lia для нашей ссылки и как вы видите цвет у нас уже стал чёрный и применился шрифт с его как мы видим подчеркивание у нас с небольшими скруктами сделаем сейчас просто линию а потом возможно мы с помощью border radius немного закруглим нижний скопируем цвет данного подчеркивания и сделаем border bottom два пикселя с данным цветом и как вы видите у всех ссылок появилось такое подчеркивание но нам нужно сделать это не для всех ссылок а только для активной или же поэтому для ссылок ставим hover и переносим этот здесь ставим цвет границы transparent прозрачный для того чтобы наша ссылка не прыгала и добавляем transition 0,2 секунды для плавности теперь как вы видите у нас появляется эта граница достаточно плавно и ссылка никуда не прыгает за счет того что мы поставили ей сразу же толщину границы как следует и потом мы просто ей добавим теперь для наших ссылок добавим класс для первой я добавляю класс active его мы оформим специальным образом и также класс menu item который будет у всех ссылок для того чтобы мы могли оформлять именно ссылки для последнего нашего гамбургера мы не ставим этот класс потому что там изображение и нам этот класс не нужен закрываем везде кавычки с помощью альта я делаю множественный курсор и сразу в нескольких местах редактирую теперь здесь немного меняю селектор так как мы добавили свой собственный класс просто изменим этот селектор на menu item и так же допишем menu item active то есть если у нас два этих класса то будет применяться вот этот стиль как при наведении как видим сразу же наша первая ссылка приобрела такие стили далее для нашего меню ставим justify content space between для первого и для второго меню теперь для меню item который находится у нас во втором нашем меню сделаем следующие стили нам нужно добавить отступы поэтому мы сейчас попробуем добавить такую вот конструкцию margin03 но она у нас не срабатывает потому что ссылки у нас не рядом находятся а еще в теге ли поэтому мы убираем этот селектор с плюсом а для звездочки добавляем box sizing border box я сразу забыл это сделать для того чтобы переключить модель css на блочную и если вы не знаете зачем это нужно я показывал это в отдельном видео на моем канале обязательно посмотрите ссылку я здесь оставлю укажем здесь margin-right 30 пикселей как вы видите у нас добавляется для первого и второго элемента а для третьего нет так как нам и нужно потому что у него нет этого класса и сразу же мы решили эту лишнюю проблему до ее возникновения таким вот образом правое меню у нас уже в принципе выглядит как требуется правильные отступы у нас стоят в соответствии с макетом осталось настроить центральное наше меню и потом можно будет убирать все эти красные границы которые нам не нужны и все будет уже стоять на своих местах а с помощью них мы просто видим отступы по вертикали чтобы все было по центру и нам легче так отслеживать все эти границы для всех этих ссылок в центральном меню я добавляю дополнительный класс item1-5 чтобы их можно было отдельно настроить так как по макету между ними разные отступы мы не сможем сразу выставить один отступ для всех ссылок придется для всех прописать отдельно не знаю почему дизайнер сделал именно так но работаем с тем что есть поэтому придется здесь немного дополнительно повозиться здесь я меняю для первых четырех указываю css-селекторы для пятой там не нужно будет но класс у ссылки мы оставим возможно в дальнейшем пригодится для каких-то других целей теперь здесь с помощью control я навожу на соседний элемент и смотрю отступ добавляю его с помощью margin-right у второго элемента 25 справа у третьего 44 у последнего 46 и теперь они встали на нужные расстояния друг от друга как вы видите все у нас прекрасно отображается и соответствует нашему макету здесь для нав я поставлю 58 пикселей справа точнее это у нас отступ снизу третий отступ это у нас именно отступ снизу который до текста Model S сразу мы его не выставили а сейчас уже когда верстаем чуть-чуть ниже элементы то мы заметили что тут должен быть этот отступ теперь после тега nav нужно создать следующую нашу верстку я делаю tesla title такой вот класс для diva там у нас будет заголовочная информация тег h1 основной заголовок сайта туда я помечу текст Model S и tag p в котором будет вот этот текст копируем отступ далее в css можно начать оформлять эти наши текстовые поля но для начала поставим background image указываем путь к изображению обязательно не забывайте про две точки слэш для того чтобы выйти на директорию выше из каталога css а уже потом переходить в каталог im указываем здесь путь и у нас появляется это изображение убираем повторение нашего фона ставим background size и также копируем opacity и высоту из нашего макета но это изображение мутновато почему то оно экспортировалось таким образом из фигмы и сейчас надо будет решить данные я обнаружил что здесь у нас есть изображение сразу же с этим текстом поэтому давайте использовать его так как оно уже экспортировалось сразу и здесь конечно есть некоторые личные изображения например вот этот вот текст тесла он в очень низком разрешении скачался возможно следовало его экспортировать с svg и как то с векторной графикой разбираться но мы возьмем вот это готовое изображение сразу с теслой и с текстом пропишем ему нужный путь и у нас в принципе должно все соответствовать макету как вы видите у нас сейчас изображение далее я просто его переименую слоя background size поставлю минимальную высоту 594 пикселя так как два этих слоя у нас занимают текст align поставим центр и наш текст сразу же выравнивается по середине далее скопируем стиле для текста model s шрифт мы уже не выбираем как и ранее потому что он указан для всего body а берем только для этого текстового поля пишем selector tesla title h1 через пробел и указываем ему margin padding по нулям потому что у стандартного заголовка есть margin который нам не нужен по умолчанию и добавляем скопирован теперь для нашего маленького текста который написан под model s также копируем вот эти стили и переносим их в css пишем здесь tesla title tag p и вставляем все что скопировали из figma так как у нас везде черный цвет текста в основном используется и также у нас нормальное начертание стоит везде font style normal как вы видите то я его перенесу в body а везде в остальных местах уберу чтобы постоянно не дублировать этот код так как он у нас будет везде применяться по умолчанию а там где он другого цвета мы будем просто его вручную менять так также для тега p я убираю здесь стандартный меню который добавляется везде по умолчанию на таких тегах как заголовочные h1 и до h6 тег p например у них постоянно есть эта проблема далее убираю эти границы красные которые мне уже в принципе не нужны и видим уже довольно неплохой результат нам осталось в верхнем нашем блоке сверстать только вот эти вот кнопки а потом можно будет переходить к адаптивной версии для мобильных устройств и для планшетов здесь у нас осталось 4 вот таких вот поля и одна стрелочка вниз добавим отступ снизу для нашего заголовочного блока 6 пикселей чтобы снизу под изображением появился этот отступ как на макете далее у нас уже будет это заметно когда мы добавим здесь наши кнопки с информацией я создаю раздел в html и давайте придумаем ему класс пусть это будет tesla info здесь мы создадим еще следующие элементы это инфоблок две наших левые кнопки которые находятся слева там у нас будет изображение далее у нас инфоблок текст это у нас основной наш текст который будет там находиться и в нем еще нам нужно создать следующий мы создаем два инфоблок текста и у них будет просто разная цифра 1 и 2 в верхнем в первом мы пишем вот эти цифры 2 и 7 секунды попробуем попробуем здесь сделать с помощью тега sub для того чтобы написать нижний регистр но скорее всего мы здесь чуть-чуть это изменим со временем сейчас главное перенести наш основной текст в нижний же текст вставляем следующие значения от 0 до 100 километров вставляем путь к нашему изображению убеждаемся что это именно та картинка sub заменяем на sub для того чтобы у нас получился нижний регистр и видим в принципе более-менее какую-то уже картину теперь нужно будет настроить это все чтобы соответствовали наши размеры как для изображения я добавлю класс info block img чтобы было удобнее к нему обращаться из нашего для текста скопирую соответствующие стили из фигмы и для этого селектора напишем данные стили просто вставляем их так как они у нас уже в бут а для нашего текста в нижнем регистре также копируем подходящие нам стили то есть здесь просто немного отличается размер шрифта для второго нашего текста который написан снизу делаем абсолютно то же самое как вы видите все очень просто и упрощается вся наша работа с помощью фигмы намного быстрее все это происходит чем например если бы мы из фотошопа все эти данные для info block я оставлю дисплей здесь я решил данный тег sub переделать на спан обычный для того чтобы у нас можно было вертикальное выравнивание применить и я поставил vertical align bottom чтобы они выравнивались по нижнему краю по нижней линии друг друга с вот этим текстом который здесь я просто допустил опечатку в слове span исправляем и все у нас применяется и отлично работают попробуем vertical align middle далее для нашего верхнего текста ставим отступ снизу до следующего текста соответственно макету margin right мы делаем 6 а bottom 13 то есть право 6 снизу 13 для изображения я установлю ширину 46 пикселей высоту 100 процентов чтобы оно у нас соответствовало макету и для всего блока поставлю align items center для вертикального выравнивания для изображения поставлю отступ справа в 14 пикселей до текста а для всего tesla info сделаем display flex и justify content center изображение у нас немного сплюснулось но мы просто убираем высоту и сейчас все нормально у нас отображаем делаем второй такой же блок только с другим изображением и с другим текстом переносим все это с макета всю информацию которая нам здесь требуется и после переноса всего текста можно начать оформлять css нам нужно для инфоблок поставить отступ справа до этого следующего элемента и сделаем мы margin write 81 пиксель и как вы видите они у нас отодвинулись друг от друга и второй у нас оформился самостоятельно потому что все классы точно такие же за исключением только другое у нас содержимое текста и путь к изображению далее я создаю класс test drive в нем будет изображение у нас и текст и нам нужно создать еще кнопку заказать создаю класс order и здесь напишу текст заказать теперь для test drive я оформляю селектор и так же делаю это для ордера в наших файлах css копируем для test drive стиле для текста и вставляем в соответствующий селектор добавлю тень которая была у нас в фигме на этом элементе тест для тест драйв я добавил дополнительно несколько свойств css чтобы выровнять все это по вертикали можете посмотреть как сделал я а далее я уже оформляю нашу кнопку заказать копирую стили для этой кнопки из фигмы точно так же как мы уже много раз это делали далее я пробую поставить отступы пэддингом но пока что это не лучший вариант чуть позже скорее всего мы его изменим пока что оставим так нам нужно добавить рамку границу для этой кнопки мы наводим на этот элемент нажимаем и видим здесь границу бордеров в два пикселя с нужным нам цветом копируем ее и добавляем для этого элемента теперь мы видим что появилась наша граница но размеры кнопки у нас не соответствуют пэддинг я убираю сейчас и сделаем следующее для тест драйва я поставлю margin left 24 пикселя а margin right 40 слева у нас отступ немного больше поэтому я добавил еще 24 пикселя и они суммируются с теми отступами которые стоят у нас на вот этой вот иконке 632 километра они прибавятся и у нас получится нужный нам большой отступ теперь я просто поставлю для нашей кнопки минимальную ширину 147 пикселей а высоту укажу в 24 пикселя мы получаем кнопку нужного нам размера но для того чтобы выровнять текст по центру этой кнопки нужно поставить line height 24 пикселя точно такой же как высота этого блока если мы поставим здесь 24 то у нас она находится по центру и пэддинги нам нужно будет здесь конечно же убрать потому что они уже будут лишние line height я ставлю 24 пикселя и убираю этот пэддинг но мы видим что кнопка все таки узковата и судя по всему размер у нее не 24 выбираем весь вот этот блок нашу рамку и видим что да действительно там у нас размер 40 пикселей поэтому мы его меняем для line height и для минимальной высоты и теперь наша кнопка полностью соответствует тому что у нас на макете для tesla info я ставлю margin bottom 37 пикселей и так же тут нам нужно еще добавить ссылку это стрелочка вниз про которую я чуть не забыл я ее делаю с помощью а тега и класс у нее будет go bottom то есть идти вниз добавляю внутрь изображения вот оно наше изображение называется вектор 1 здесь указываю путь к нему с помощью control пробел здесь можно показать подсказки редактор показывает нам все названия и мы видим уже наша стрелка появилась теперь нужно ее выставить по центру отступы до нее уже будут соответствующие так как мы только что выставляли отступ снизу для предыдущего раздела просто оставляем нашу ссылку и ставим текст лайн центр и вот сейчас мы закончили нашу шапку но нам еще нужно сделать адаптивную версию курсор поинтер я здесь добавляю для кнопки и для тест драйва тоже можно добавить курсор поинтер а далее мы перейдем к адаптивные верстки для смартфонов и планшетов начнем делать адаптив сейчас для мобильной версии и для планшета в прошлый раз мы завершили наш хедер а теперь нужно сделать его адаптивным так как в фигме у нас макет предоставлен под мобильные и планшетные версии мы как раз сейчас этим и займемся я нажимаю f12 и выбираю здесь нужное разрешение экрана iphone x ставлю и вижу что здесь 375 пикселей именно так как у нас на макете ширина мобильной версии значит нам подойдет этот формат для тестирования и сейчас мы будем все менять чтобы соответствовало макету и выглядело на смартфонах хорошо и правильно здесь я пишу медиа через собачку и в скобках указываю ширину здесь мы указываем максимальная ширина двоеточие и пишем 375 пикселей то есть это будет у нас применяться для всех экранов которые 375 и меньше но нас же интересует именно 375 так как макет у нас такой мы делаем именно эту версию и уже никаких дальнейших вопросов к нам предъявлено не должно быть проверяем на боди красном цвете видим что применяется значит все работает теперь можно начать уже писать стиля друзья не забывайте подписываться на канал и нажимать на колокольчик чтобы не пропустить новые видео это очень важно поэтому сделайте пожалуйста это прямо сейчас в инструментах разработчика я переношу все панели направо а слева оставляю экран с нашим сайтом потому что мобильная версия занимает как раз очень мало места и нам будет так даже удобнее делать чем десктоп потому что инструмент разработчика у нас будут занимать почти весь экран и мы сможем там комфортно искать что-то находить проверять какие-то отступы и за всем этим следить теперь приближаем версию мобильную в фигме и смотрим чем она отличается от десктопной и что нам требуется сделать сразу мы видим что в меню у нас все элементы скрыты остается только наш гамбургер наша кнопочка и давайте мы просто их скроем сделаем для них дисплей нон и после этого уже продолжим заниматься другими вещами я копирую селектор выше это меню 1 и меню 2 и делаю для них дисплей нон к сожалению наша кнопка тоже исчезла так как она находится в меню 2 и сейчас мы это пофиксим скроем просто меню поэтом и как видите что у нас остается наш гамбургер потому что у него не было такого класса и мы именно убрали элемент меню что нам в принципе и требует для тесла тайтл мы сейчас изменим размер шрифта например так как он будет чуть-чуть у нас меньше и ширину блока также мы изменим для тесла инфу я ставлю flex wrap wrap и для самого контейнера также нужно установить ширину 375 пикселей потому что при таком размере экрана он у нас будет занимать всю ширину теперь у нас все влазит в экран но немного выглядит некорректно этим мы сейчас уже и займемся но самое главное что горизонтальной полосы прокрутки у нас уже нет я копирую сюда селектор nav а для тесла тайтл я поставил минимальную высоту авто здесь нам нужно изменить наши отступы и мы делаем их в соответствии с макетом фигмы 2.5 21 и 43 пиксель здесь правда немного я начал не с той стороны сверху у нас все начинается поэтому мы двоечку переносим наконец это у нас два слева два пика для tesla title h1 нашего заголовка ставим font size и line как на макете копируем отсюда это значение и переносим его в css файл мы видим что уже текст выглядит по для tesla title p мы указываем шрифты размер шрифта и line height такой как для этого текста указан на мобильной версии fig для вот этих наших ячеек info инфоблок слишком большой отступ справа сейчас стоит нам нужно его уменьшить для того чтобы они не перескакивали на другую строку раньше времени а у нас была такая сетка 2 на 2 из этих элементов поэтому мы уменьшаем до 41 пикселя это расстояние для tesla info nt child 2 я ставлю margin-right 0 то есть для нашего второго элемента но это у нас сейчас не сработало давайте посмотрим в чем же я поставлю минимальную высоту 500 пикселей для этого блока и background size contain но 500 оказалось слишком много давайте уменьшим и посмотрим чтобы наше изображение сюда отлич также с помощью background position нужно выставить правильную позицию мы передвинем изображение для этого напишем background position center bottom и видим что наше изображение передвинулась теперь нам нужно я поставлю min height для info блок я margin-right поставил 0 то есть полностью его обнулил со всех сторон чтобы отступов этих вообще не было чуть дальше мы посмотрим что можно будет сделать пока что займемся шрифтами для всего вот этого текста здесь они явно немного поменьше в мобильной версии поэтому мы их сейчас я ставлю line-height такой же как размер шрифта для этих текстов и margin-bottom ставлю теперь посмотрим отступы между этими элементами и здесь добавим margin-bottom здесь меняем на 2 пикселя для tesla.info я сейчас напишу justify content space around и посмотрим как они отодвинутся у нас друг от друга попробуем space between но space between нам не подходит поставим space around и в принципе у нас появились отступы по бокам и между ними посередине теперь для info block я ставлю margin-bottom 43 чтобы между ними был нужный нам отступ для нашего тест-драйв указываем margin-bottom 25 но как оказалось нужно указать справа потому что все-таки мы именно этот отступ сейчас хотим поменять я убрал justify content space around потому что он сам выставляет отступы какие высчитывает автоматически здесь у нас немного все слетело но это проблема с именно просмотром в таком режиме в google chrome судя по всему потому что наш макет никуда исчезнуть не мог в принципе нужно попробовать здесь отключить от режима заново переключиться на него или может даже закрыть браузер вот сейчас все вернулось обратно как вы видите теперь это мы продолжаем уже так же как и все у нас было на ширине 375 пикселей здесь здесь вручную поставим сами отступы эти потому что space around высчитывает их автоматически в зависимости от свободного места для тест-драйва margin-left я ставлю 0 потому что там у нас не должно быть никакого отступа для инфоблок nt-child 2 то есть для нашего второго элемента надо поставить margin left 20 пикселей и мы видим что у нас появился отступ слева от второго элемента и они стали немного дальше друг от друга теперь в принципе это выглядит так как нам требуется посмотрим ширину планшетной версии и подберем ее здесь в настройках браузера это у нас ipad 768 пикселей в ширину медиазапросы мы должны создать следующим образом сначала мы пишем все большие экраны потом меньше и переходим в конце к мобильным то есть сначала у нас будет десктоп после этого мы пишем для 768 пикселей а дальше у нас идет мобильный 375 именно в таком контейнер сразу же меняем на 768 пикселей и скопируем сейчас вот эти вот стили от мобильной версии для меняем для tesla title параметры в соответствии с планшетной версией ставим высоту а для нашего nav меняем отступы по бокам смотрим это все фигми и меняем все параметры нашего текста под соответствующий в планшетной версии у нас шрифт побольше поэтому мы ставим его таким как он на макете чтобы было все видно для tesla info можем bottom ставим 63 пикселя для info блок выставляем справа 65 и снизу 56 копируем из фигмы параметры для первого и второго нашего текста в информационных наших полях и заменяем его на более крупные размеры чтобы все соответствовало макету для инфоблок EMG ставим ширину 65 пикселей но видим что наше второе изображение тоже изменилось нам его нужно поставить немного другого размера потому что при 65 пикселях оно выглядит слишком большим поставим для инфоблок второго элемента отступ справа 0 пикселей а для нашего второго изображения ширину 38 пикселей копируем параметры для тест-драйва нашего и вставляем здесь размер шрифта и между строчный интервал для кнопки заказать устанавливаем также другие параметры для текста и обращаем внимание что у нее у этой кнопки цвет как цвет основной темы красноватый нам нужно его установить а цвет текста в этом месте поменять на белый то же самое стоит сделать для мобильной версии я сразу не обратил на это внимание но сейчас заметил что там выглядит точно так же как на планшетной и немного отличается от десктопной выставляю ширину данной кнопки и высоту line height для нашей кнопки должен быть 55 пикселей так же как и высота для того чтобы текст стоял по центру и в принципе сейчас наша кнопка выглядит так как требуется тест драйв EMG я ставлю ширину и высоту для того чтобы они соответствовали у нас и сейчас переключаясь на телефонную версию я вижу что у нас вот эти стили все которые мы сейчас пишем применяются и здесь для того чтобы этого не было нам нужно ограничить диапазон размеров экрана то есть написать здесь медиазапрос таким образом чтобы у нас входили нужные только нам размеры экрана в этот медиазаброс а пока что для мобильной версии я здесь изменю эту кнопку потому что там мы ее вообще никак не меняли и поставлю ей нужные размеры теперь вернемся обратно к планшетной и чуть позже мы ограничим размер устройств от 768 до 375 пикселей чтобы эти медиазапросы применялись у нас только к планшету и немного меньшим устройством а уже для смартфонов и которые меньше них то будут применяться наши последние самые медиазапросы которые у нас для 375 пикселей для тест-драйва margin-left поставим 174 пикселя примерно по макету для того чтобы у него был правильный отступ слева ставим 174 пикселя а справа выставляем 34 мы видим что 174 пикселя это многовато а если мы уменьшаем то тест-драйв у нас остается на той же строке что и первые два элемента значит нам нужно для наших информационных полей сделать отступы справа и слева чтобы тест-драйв перескочил на новую строчку и все нормально у нас отображалось для инфоблок я ставлю моржин лифт 65 пикселей так же как и справа а для тест-драйва теперь можно уменьшить вот этот вот моржин лифт так чтобы это все у нас встало по центру и в принципе его нужно полностью убрать потому что у нас стоит выравнивание по центру для всего блока поэтому тест-драйв у нас вместе с кнопкой заказать именно по центру поэтому моржин лифт ставим ноль и видим что сейчас эти два элемента снизу у нас встали по центру так же у нас все сломалось на мобильной версии чтобы это все обратно починить как я и говорил ранее нам нужно сделать следующее для планшетного медиа запроса который для 768 пикселей нам нужно добавить так же ограничения по нижней линии разрешения так сказать нам нужно поставить чтобы те которые у нас смартфоны они уже не работали по этому медиа запросу для них мы написали свой собственный индивидуальный медиа запрос поэтому сделаем следующее переходим в самый верх к нашему медиа запросу и добавляем здесь с помощью end за скобками второе условие здесь мы уже пишем min width то есть минимальная ширина должна быть больше 375 то есть от 375 пикселей и до 768 будут применяться эти медиа запросы сохраняем и сейчас нам нужно проверить наш результат укажем 376 на 1 пиксель больше чтобы у нас не конфликтовали эти разрешения и смотрим что сейчас у нас на планшетной версии все отображается так как мы прописывали и на мобильной тоже у нас все стало нормально то есть ничего никуда сейчас уже не ломается но вот эта вот стрелка вниз у нас почему-то не влазит при такой версии google chrome я добавил немного текста чтобы посмотреть где же она но на самом деле она будет когда мы все это доверстаем она будет уже влазить нормально на планшетной версии всем привет дорогие друзья мы продолжаем верстать наш макет тесла и сейчас мы будем делать основной наш раздел центральный а пока что если вы не подписаны на канал то обязательно сделайте это нажмите на колокольчик чтобы не пропускать новые видео и делитесь с друзьями в социальных сетях я создаю section с классом main далее div с классом здесь находиться левая половина нашего макета если вы обратите внимание то он в этом месте разделяется на две части и так же делал right section это наш правый вот этот розовый малиновый блок там у нас все будет содержимое находиться в этой секции теперь в left section делал h2 с текстом в правой секции делаем весь наш текст переносим туда и делаем это например так как я с помощью тега h3 заголовка и тег p это текст далее сейчас мы будем оформлять вот эти вот иконки в принципе они у нас чем-то похожи на те которые были раньше сейчас мы посмотрим как мы их сделаем далее я здесь создаю div фичас здесь у нас будет именно раздел с вот этой вот информацией и дальше мы его просто скопируем и сделаем по его подобию еще два других просто с другой картинкой и с другим текстом здесь у нас внутри будет изображение вставляем тег img далее у нас будет div в нем будет у нас следующее тег h4 заголовок и тег p в h4 я добавлю еще span для того чтобы сделать выделение текста цифры более крупного размера поэтому мы оформим это отдельно и здесь помещаем в спане цифру а во всем остальном заголовке слово дюймов текст который пониже копируем в тег p наше изображение иконок экспортировались вместе с текстом конечно же мы текст будем делать сами в виде тегов для того чтобы все это нормально проходило валидацию и сейчас эти иконки нам придется немного подкорректировать я открываю их в фотошопе и нужно будет убрать текст оставить только иконку я выбираю инструмент кадрирования и подгоняю размер под размер моей иконки все что остальное справа мне не нужно далее можно приблизить и уже точно по границам этой картинки подогнать все наши размеры после этого я закрываю нажимаю сохранить и делаю то же самое с следующей иконкой подстраиваю размер нажимаю enter и сохраняю и последняя наша третья иконка как вы видите фигма здесь тоже не безупречна и экспортировала вот этот вот раздел эту группу вместе с текстом возможно есть какие-то настройки если вы знаете напишите об этом в комментариях но я пока что такое не нашел теперь у нас есть три иконки и нам нужно их добавить все остальное мы здесь можем просто удалить то что мы не используем для того чтобы здесь не было лишних картинок для изображения я прописываю соответствующий путь для вот этого дива прописываю класс features text для изображения прописываю класс features EMG и для вот этих трех элементов текстовых также прописываю features два нижних подчеркивания и сейчас для каждого установим свой какой-то отдельный класс для спана мы укажем акцент то есть акцентное внимание чтобы мы понимали что здесь просто будет текст чуть-чуть другого размера здесь для h4 title ставим а для p текст для дива я изменил текст бокс то есть общий у нас раздел для всего текста и сейчас получился вот такой раздел features это в принципе готовый компонент копируем его два раза и потом останется оформить только CSS стиле этот компонент мы сможем применять в любом месте если нам потребуется еще где-то такие вот элементы вставлять в некоторых из них не будет вот этого спана с классом акцент потому что например во втором элементе как вы видите у нас просто написан текст поэтому мы спан удаляем и здесь везде указываем соответствующую картинку переносим весь текст и видим что на вертке у нас уже все все здесь присутствует все вот эти наши иконки я помещу в дополнительный div features box класс у него и это будет у нас обертка для того чтобы мы могли поставить display flex и все его дочерние элементы у нас будут выравниваться так как нам требуется поэтому у них должен быть общий родитель также я создаю div с классом main top и помещаю в него текст который был указан сверху если мы обратим внимание на макете у нас здесь три таких вот раздела верхняя часть центральная и нижняя поэтому внизу также создаем main bottom там у нас будет две вот эти кнопки узнать больше и заказать и таким образом мы сможем всю нашу правую часть с помощью flex разбивать так как нам требуется выставлять все по вертикали или по горизонтали и выравнивать относительно друг друга внутри здесь я создаю div с классом information там будет у нас изображение и еще один div в div я прописываю текст узнать больше также здесь кнопка заказать похожа на ту которую мы использовали раньше поэтому мы сейчас добавим класс order и немного переоформим ее в дальнейшем я создаю div с классом order и делаю ему еще также класс inverse button то есть инвертированная кнопка как вы видите она здесь у нас с белой границей и с таким малиновым цветом а выше у нас она была наоборот то есть с белым цветом заливки и малиновой границей и текстом здесь также пишу заказать мы немного переопределим класс button inverse и у нас будет кнопка такая как нам требуется здесь в фотошопе я открываю изображение с кнопкой узнать больше и так же как и ранее оставляю только значок здесь указываю путь к этому значку и в css создаю комментарий чтобы была видна граница где у нас начинается стили для нашего главного раздела в html я выделяю всю вот эту верстку нажимаю alt x или же ctrl shift p и выбираю команду скопировать это все в виде css с помощью плагина я показывал в одном из видео вставляю это в css и сразу у нас получаются вот такие вот классы как вы видите очень просто и быстро теперь остается только написать стили в write section я переношу ширину и цвет фона а в main я переношу высоту нашего блока для того чтобы мы увидели сейчас наше изображение под нужный размер также для main я устанавливаю цвет текста белый потому что он у нас везде белый копирую для model s соответствующие стили и переношу их в css здесь я допустил небольшую ошибочку нужно поместить в left section h2 текст и теперь наши стили нормально применились к тексту model s также я забыл здесь добавить контейнер в main поэтому мы сейчас его добавляем здесь и обязательно оставим закрывающий div теперь у нас правильная ширина этого блока но у нас теперь нету левой и правой половины нам нужно сейчас сделать следующее в контейнере нужно создать обертку для наших двух дочерних элементов потому что сейчас display flex стоит на main а в main у нас контейнер конечно же это неправильная структура поэтому здесь мы создаем внутри контейнера main inner например и в нем будет у нас левая и правая половина также закрывающий tag div переносим в конец с помощью alt-shift-f я выравниваю весь код в html и для main inner нужно прописать display flex вырезаем его из main теперь у нас все вернулось как было и есть контейнер для main inner я поставил ширину 100% но в дальнейшем возможно я ее уберу пока что будем смотреть как это себя все поведет добавляю здесь background image и ставлю картинку которая у нас имеет следующее название видим что картинка у нас появилась также я добавляю justify content space between чтобы у нас элементы разделились по краям и уже в принципе у нас какая-то верстка есть она уже более-менее нормально выглядит посмотрим отступ слева к нашему тексту model s и выставим его такой же в нашем css коде для left section h2 ставим margin-left 800 пикселей и видим что текст уже стоит там где требуется до стрелки нам нужно выставить сверху для мейна отступ поэтому в мейн мы ставим margin-top 37 пикселей как на макете теперь я переношу стиле для заголовка будущее вождение и сразу здесь можно посмотреть отступы по бокам для всего этого раздела правой секции сразу давайте добавим для правой секции padding 51 72 63 52 и видим что у нас появились отступы со всех сторон как на макете в main top h3 вставляю ранее скопированные стили для текста будущее вождение и далее переношу остальные стили для каждого из наших тегов с текстом для main top p вставляю соответствующие стили также устанавливаю для них margin 0 чтобы у них не было стандартных отступов padding здесь не нужны в принципе я добавляю по привычке сразу чтобы обнулить все но их можно удалить margin top ставлю 11 для этого текста и у него получаются такие вот отступы снизу снизу выставляю 54 пикселя сейчас я настрою редактор немного по другому чтобы код у нас стоял вертикально и таким образом будет удобно сразу видеть результат который мы создаем для features я ставлю display блок и наши иконки сейчас как вы видите растянулись чтобы устранить эту проблему при display flex нам нужно сделать следующее поставить align self центр для нашего изображения поэтому мы когда устанавливаем display flex для всех изображений если они есть ставим align self центр по умолчанию оно stretch и как вы видите сразу наши картинки стали нормального размера и все у нас корректно выглядит так вот мы пофиксили мини проблему которая возникает на display flex по умолчанию когда мы применяем его далее копируем текстовые стили для наших полей для feature accent я скопировал стили из фигмы align items для всего этого блока ставлю центр чтобы иконка и текст выровнялись по вертикали по центру margin right 19 пикселей для title устанавливаю вот такие стили и для самого нашего текста нужно также скопировать и установить соответствующие также для title и текст margin нужно убрать поставить 0 потому что как вы уже знаете он по умолчанию присутствует на заголовках и абзацах теперь нужно для всего features установить отступ снизу для того чтобы они были на нужном расстоянии друг от друга я устанавливаю margin bottom 35 пикселей и вы видите что у нас появляется нужный нам отступ для information я восстанавливаю display flex и иконка и текст у нас становятся рядом с друг другом для information и мг ставлю margin right 10 пикселей а для текста копирую соответствующие стилю для кнопки inverse button мы ставим цвет белый границу также ставим белого цвета и видим в принципе нужный нам результат единственная ширина нас не совсем устраивает мы ее сейчас немного изменим для main bottom я выставляю display flex и у нас становится нормальная кнопка но изображение неправильного размера растягивается мы уже знаем как это пофиксить с помощью align self-center как вы видите и также нужно добавить для information align items центр для вертикального выравнивания по центру и вот так вот с помощью flex мы за несколько секунд сейчас сразу выставили все что нам требуется осталось только с помощью моржинов здесь правильные отступы подстроить и у нас будет уже готовый этот раздел моржин write я выставляю 27 для нашей кнопки information и справа у нас слишком большая граница текст не влазит и переносится как вы видите пэддинг справа я сейчас подбираю нужного размера для того чтобы текст у нас влазил и все нормально помещалось поэтому здесь вместо 72 я поставлю 50 и расстояние между этими кнопками и иконками которые повыше у нас должно быть побольше поэтому мы его сейчас добавим для main bottom мы ставим margin top 170 пикселей и получаем нужное нам расстояние расстояние как на макете я его немного уменьшаю здесь потому что в таком случае у нас правый блок выходит ниже немного конечно можно подстроить размер изображения слева но можно и уменьшить немного этот отступ и я поставил в итоге margin top 131 пиксель узнать больше я переношу в тег а чтобы это у нас также стало ссылкой потому что это все таки у нас кнопка и здесь нужно немного в css переопределить стили для ссылки их указать поэтому мы здесь сделаем information и тег а и для него укажем тег decoration и color белого цвета теперь у нас есть две кнопки в дальнейшем они уже смогут быть кликабельными и эта верстка более правильная смотрим что у нас все выглядит так же как по макету убеждаемся в этом и теперь сможем переходить к созданию адаптивной версии этого раздела всем привет друзья сейчас мы будем создавать мобильную версию для смартфонов и планшетов нашего раздела основного центрального а пока что если вы еще не подписаны на канал то обязательно подпишитесь нажмите на колокольчик чтобы получать уведомления о новых видео и делитесь с друзьями в социальных сетях ну а мы же приступаем я удаляю в css все пустые селекторы которые не используются потому что они нам в принципе и не нужны и они только зря занимают какой-то объем места поэтому сейчас мы копируем медиазапрос для планшета и вставляем его здесь ниже нашего кода с нашей секцией в инструментах разработчика я выставляю ipad у нас мобильное устройство и теперь мы сможем сразу же тестировать как это все будет выглядеть а выглядеть должно так как на макете редактор я переношу вправо слева у меня будет страничка видна и сейчас все будем корректировать и достраивать так чтобы оно соответствовало современным реалиям и отлично выглядело на мобильных устройствах для main inner я выставляю flex direction column чтобы у нас все шло друг по другу то есть это почти то же самое что display блок но с помощью flex так как у нас все равно используются какие-то другие свойства от display flex для left section h2 я ставлю текст align right так как текст у нас должен быть справа это выравнивание у нас и таким образом мы достигаем нужного результата и выставляю margin 71 58 0 0 для left section выставляю высоту примерно в 500 пикселей чтобы наше изображение помещалось и не было совсем узким также здесь нужно добавить background repeat no repeat для основных стилей они сразу же применятся у нас везде потому что повторение изображения нам не нужно для right section я устанавливаю ширину в 100% и видим что у нас сейчас уже что-то начинает вырисовываться background size пробую поставить cover или contain но как видим ничего особо у нас не меняется поэтому это свойство пока что ставить не будем для right section ставлю flex wrap значение wrap чтобы у нас были переносы элементов на новые строки для main top выставляю ширину и для features box также нужно установить ширину чтобы эти элементы встали рядом добавляем display flex и видим что сейчас у нас все более-менее похоже для features box я поставил ширину 280 пикселей для main bottom ставим margin top поменьше но видим все равно у нас присутствует этот баг что у нас не влезает часть нашего содержимого и ниже мы пролистать никак не можем перенесем в right section padding и немного их изменим в соответствии с планшетной версией для main я поставил высоту auto а для main top margin right 100 пикселей но нам нужно немного меньше уменьшаем его в инструментах разработчика и видим что 70 нам идеально подойдет для main inner попробуем поставить background size color как видим у нас немного изменилось поставим contain и сейчас наше изображение стало так как нам требуется в main я выставил минимальную ширину 900 пикселей точнее минимальную высоту и для нашего вот этого текста нужно установить отступ снизу правильный или же просто убрать отступ сверху он здесь уже не нужен отступ от кнопки у нас есть а снизу он тем самым у нас появится поэтому margin top здесь просто нужно убрать в right section я сейчас создаю дополнительный div main top inner это будет у нас обертка для верхних двух разделов а нижний у нас будет идти на уровне с этим inner и с помощью display flex мы сможем этим всем хорошо управлять в css я убираю flex в wrap который ранее у нас стоял и теперь для main top inner выставляю дисплей flex flex direction выставляю column для нашего правого раздела так как там уже два элемента находятся наш inner который мы только что добавили и нижний раздел мы их выставляем чтобы они шли друг под другом как при дисплей блок давайте отключим эту мобильную версию и просто вот таким образом сожмем наш экран до планшета как вы видите здесь у нас сейчас также это переходит на планшетную версию по стилям медиазапросов но при этом все влазит в экран и нормально отображается и нам не нужно пытаться как-то этот баг пофиксить и дополнительно создавать какие-то структуры которые мы сейчас пытались придумать а можно было все решить так как у нас было изначально в html но уже менять не будем эту структуру оставим main наш inner который мы только что добавили в покое а здесь сейчас мы просто добавим следующее justify content center поставим и в принципе у нас сейчас все уже выставлено по центру нужно только немного доработать отступы чтобы соответствовали макету и после этого уже все будет готово теперь копируем медиазапрос для мобильной версии для смартфона с шириной 375 пикселей вставляем его в самый низ и будем сейчас здесь оформлять все под мобильные версии здесь у нас отсутствует left section наш h2 поэтому мы его просто display none и скрываем отсюда как вы видите он здесь нам не нужен так же здесь отсутствуют все вот эти нижние наши кнопки информация а остается только текст features box нам нужно скрыть и main bottom тоже нам нужно скрыть все это можно выставить через запятую все элементы которые необходимо скрыть и просто убрать их и у нас здесь остается только вот этот текст и нам нужно еще изображение если не скрывать наш текст model s вы видите что изображение появляется оно не может у нас появиться если блок полностью пустой для write section я ставлю background image и устанавливаю это изображение то есть оно у нас будет здесь на правой секции и нормально оно будет отображаться а текст мы просто сместим вниз устанавливаем padding top для того чтобы текст был ниже на 337 пикселей и ставим background size contain также нам нужно убрать повторение background repeat ставим no repeat и видим что наше изображение сверху а снизу у нас идет текст и все отлично выглядит только немного отступы нужно подкорректировать смотрим отступы на макете и добавляем padding для write section padding сверху у нас сбился потому что мы написали откод ниже нужно просто сюда приплюсовать к вот этим 18 пикселям 337 получается у нас 355 пикселей и вот он наш отступ но он немного больше я вижу не совсем соответствует макету скорее всего потому что изображение у нас должно быть выше здесь вот опечатка main должно быть у нас и минимальная высота у него 600 сверху padding я оставлю 337 а справа и слева поставлю по 10 для main сделаю высоту авто а точнее даже сделаем минимальную высоту и поставим ей 500 пикселей для для всего write поставим максимальную ширину 375 пикселей для того чтобы у нас ничто никуда не вылазило и было именно под размер устройства теперь я ставлю педдинги как на макете и смотрим как все это будет выглядеть текст заголовка у нас переносится на две строки и конечно же это нам не очень подходит поэтому сейчас педдинг скорее всего мы уменьшим давайте попробуем подогнать педдинг сверху и он на 290 в принципе нормально отображается или даже 270 поэтому сразу же ставим его в 270 для main top p мы убираем моржин ставим его 0 а точнее margin bottom чтобы снизу у нас не было этого большого отступа сейчас на планшетной версии у нас появился огромный этот педдинг сверху он нам не нужен мы его должны устранить но как видим это был просто баг при обновлении страницы у нас этот код пропал потому что действительно мы медиазапросы писали для маленького экрана он никак не мог применится к большому экрану поэтому просто в таких ситуациях обновляйте страницу и сейчас мы в принципе сделали этот раздел и под мобильные устройства выглядит все корректно и на десктоп версии и на планшетной и для смартфонов всем привет дорогие друзья сейчас мы будем завершать наш макет создадим футер из фигмы мы верстаем поэтому обязательно подписывайтесь на канал если вы еще этого не сделали нажимайте на колокольчик и делитесь с друзьями в социальных сетях ну а мы начинаем я создаю тег футер с классом футер и внутри него опять создаем контейнер далее я делаю класс футер left для левой нашей половины и у него будет также рядом футер right то есть правая наша часть так же как и в предыдущем у нас разделе у нас макет делится на две половины и в принципе какие-то стили возможно мы позаимствуем из тех что написали ранее в левой части я создаю футер left head также footer left body и footer left bottom так как левая часть у нас делится на три скажем так части и еще дополнительно это верхняя центральная и нижняя в правой половине я создаю изображение и указываю здесь путь к нашему изображению теперь я создаю footer info и делаю их три нумерую их footer info 1 2 и 3 для трех наших линий которые у нас есть в макете и рядом с линией у нас будет текст поэтому в каждый этот диф я вставляю изображение соответствующее нам нужно будет экспортировать так как здесь у нас они не экспортировались и написать рядом вот этот текст а далее мы все это оформим с помощью css стилей сейчас я выбираю в фигме вот эту линию вместе с кружком они объединены в группу и нам нужно это экспортировать справа есть кнопка экспорт вот мы видим как будет выглядеть наше изображение я выбираю масштаб 1 формат png и жму экспорт вот этой вот группы и так как все эти три изображения разной длины а нижняя у нас направляется сверху вниз то есть у нее другое направление нам придется их все отдельно экспортировать после того как я экспортировал три вот этих вот изображения я их помещаю в каталог наш который содержит все картинки подпишем наше изображение 1 2 3 так как они идут слева направо у нас и засунем их вот сюда в EMG теперь в HTML укажем путь для всех этих картинок и я сделаю это слева направо начиная с самой длинной и заканчивая той которая снизу также возле этой картинки должен быть текст поэтому я во всех наших этих элементах добавляю сейчас текст соответствующий помещаю его в div и меняю на тот который у нас в макете теперь перенесем текст который находится у нас слева сейчас я просто копирую сюда текст а потом мы все это обернем в нужные нам теги я создаю h3 плюс p и помещаю сюда ранее скопированный текст теперь я скопирую features и main bottom которые у нас были ранее написаны уже в предыдущем нашем разделе main так как они здесь будут у нас такие же возможно мы немного переопределим стили но в целом у нас структура уже будет сохранена в HTML в HTML мы видим сейчас вот такой результат но чуть позже он уже будет соответствовать макету теперь в контейнере я создаю footer inner для того чтобы обернуть все наше содержимое и в дальнейшем с помощью flex мы это все будем выравнивать так как нам требуется поэтому нужен родительский контейнер для вот этих двух элементов мы не будем это все применять к самому нашему классу контейнер потому что он у нас нужен именно для того чтобы выровнять все по центру и задать нужную ширину макета поэтому мы создаем footer inner переношу сюда текст 5 звезд который указан у нас в ячейке с информацией и для footer inner ставлю display flex также сверху копирую span с классом features accent для того чтобы цифру 5 сделать другого немного размера ранее мы уже писали такие стили и здесь как вы видите 5 звезд безопасности также у нас оформляется в таком стиле нижний текст переносим вот сюда экспортируем это изображение с щитком и галочкой и поместим в наш каталог как видим figma не все изображения все таки экспортировала некоторые вещи здесь отрисованы в виде вектора поэтому все это не экспортировалось автоматически приходится самостоятельно это делать здесь прописываем нужный путь и далее в css footer left я указываю следующий стиль копирую из правой секции цвет фона и указываю его здесь потому что здесь он будет выглядеть точно с таким же цветом и мы видим что у нас уже есть левая и правая половина и что-то начинает у нас появляться далее в footer left body я вставляю следующие все наши фрагменты текста здесь подправляю немного текст и копирую вот отсюда весь наш текст который существует на макете экспортирую изображение звезды и также перемещаю его в нашу папку переношу сюда следующую структуру создаю div с классом rating там у нас будет rating title то есть заголовок и рядом с ним rating star для того чтобы у нас можно было перенести текст и сами звездочки то есть в title мы помещаем текст а в star помещаем вот эти вот звезды здесь нам нужно будет сделать пять изображений нашей звездочки и просто сразу же здесь я указывал src в квадратных скобках путь до этого изображения смотрю как оно называется копирую отсюда данное название вставляю здесь ctrl пробел нажимаем и появляется пять наших изображений теперь для этого класса рейтинг можно установить display flex и заголовок станет рядом с нашими звездочками также я создаю span rating он нам понадобится в одном случае где рядом указан дополнительный текст в скобочках на третьем нашем элементе как вы видите поэтому мы для него создадим отдельный span rating add я назову этот класс то есть дополнительно и здесь добавлю его оставлю пока что пустым в нужных местах мы будем этот span использовать а там где он не требуется мы его просто удалим теперь копируем столько раз сколько нам надо данную конструкцию в первых двух элементах этот span я удаляю и дальше буду также копировать еще два элемента уже без спана а третий у нас будет с дополнительным текстом в скобочках поэтому там мы этот span оставляем меняем весь текст на соответствующий по макету видим сейчас вот такой результат наши звездочки появились и текст который мы указали теперь я выделяю весь html нажимаю alt x и копирую css классы в наш css файл как это сделать я рассказывал в одном из своих видео про редактор vs код можете посмотреть здесь справа вверху появится подсказка подписываю здесь комментарий чтобы нам было удобнее ориентироваться в достаточно уже большом css файле для футера пишу color белого цвета потому что у нас здесь слева весь текст белый но он у нас применился и к правой части поэтому мы перенесем эти стили в footer left и теперь у нас применяется белый цвет только к левой половине посмотрим откуда у нас берется этот отступ сверху или же он снизу предыдущего элемента и нам нужно будет его убрать потому что нам он не нужен с помощью инструментов разработчика я навожу на различные элементы и проверяю где же этот отступ у нас для того чтобы вычислить его и убрать и я вижу что это из-за того что выставлена у нас минимальная высота у мейна происходит такая ситуация если ее убрать наши разделы становятся вплотную друг к другу поэтому я нахожу в CSS этот фрагмент где для мейна выставлялась минимальная высота в 900 пикселей и просто убираю его удаляю этот фрагмент с помощью комментирования и пока что у нас все отлично макет уже выглядит практически завершенным образом сейчас мы дооформим все наши CSS стили как вы видите HTML мы уже весь успешно перенесли и нам остается только придать этому правильное оформление в footer-left я ставлю ширину 440 пикселей я создаю div с классом footer-model-text и добавляю в CSS этот класс потому что его изначально у нас не было теперь копируем отсюда текст model-s и мы сделаем его в виде текста а не в виде картинки так будет намного правильней и этот текст будет индексироваться поисковыми системами для изображения я добавляю класс footer-eng в CSS также добавляю этот класс и выставляю position absolute сверху ставлю 223 пикселя и выставляю позицию абсолютно футер right я выставляю position relative слева выставляю 95 пикселей для этого изображения сейчас для вот этих трех наших div с изображением линии и текстом я добавляю footer-info у них уже был класс с нумерацией но я добавляю footer-info общий и далее item1 2 и 3 для каждого по отдельности здесь в CSS немного изменяем эту конструкцию делаем так чтобы у нас был класс footer-info и обязательно с ним item1 item2 и item3 а для основного footer-info я выставляю текст который у нас по стилям соответствует для именно этого текста копирую его с макета ширину шрифта 600 размер 17 расстояние между строками 15 и черный цвет также ставлю position absolute выставляю display flex чтобы тексты изображения у нас стали рядом и сейчас они пока что друг на друга накладываются но мы сейчас это все исправим для footer-info EMG выставляю align-self центр чтобы у нас изображение не сплюскивалось а было нормального размера и align-items центр для того чтобы вертикальное выравнивание у нас было по центру для всего нашего блока но давайте поставим flex start так как у нас должно быть выравнивание по верху для первых двух наших линий а для третьей как вы видите выравнивание по низу поэтому для третьей линии придется поставить flex end для того чтобы выровнять все по нижней части для первого элемента я посмотрел отступы сверху и слева и выставляя их в соответствии с макетом и как вы видите она у нас практически встала там где надо здесь уже вручную немного корректируем плюс-минус несколько пикселей влево или вверх я выставляю слева 107 пикселей у нас эта линия совпадает с той которая на изображении защита от удара спереди у нас немного имеет неправильную ширину но мы ее поправим в css выставляем далее для второго нашего изображения линии позицию сверху и слева и тем самым подставляем второе уже наше изображение линии в нужное место для третьего также выставляем позицию слева line items я ставлю flex end чтобы выровнять это все по нижней линии и уставляю расстояние сверху нужно немного подвинуть левее нашу линию поэтому я уменьшаю значение слева на 4 пикселя уменьшаю еще на 2 пикселя и теперь оно у нас становится уже нормально теперь для текста Model S копирую стили шрифта и вставляю их в футер Model Text как мы видим текст уже стал нужного размера и цвета нужно его подвинуть теперь вправо я выставляю справа 0 сверху 97 пикселей и добавляю position absolute вверх поставим отступ слева а не справа и видим что у нас практически нормально отображается сейчас этот текст но не влазит буква с у нас не помещается эта буква потому что она переходит на другую строку как мы видим наш блок расширился вниз и за картинка у нас скрывается наша невлазящая буква для этого поставим ширину этого блока в соответствии с макетом 931 пиксель и как видите сейчас у нас нормально влазит весь текст и все корректно отображается теперь я выставляю ширину для вот этих вот трех элементов с текстом для того чтобы у нас все выглядело так как на макете и переносилось на новую строку только тогда когда это нужно а не так как у нас получилось автоматически я просто смотрю ширину этих элементов и переношу их на нашу верстку и как видите вот такой довольно интересный элемент мы сверстали без применения обычных изображений то есть мы это сделали именно с помощью текстовых различных html элементов и с помощью css форматирования они просто взяли и поставили здесь одну литую картинку со всеми этими линиями и текстами а это все можно будет в любой момент изменить теперь нужно оформить в стилях всю нашу левую часть я проверяю отступы по бокам в нашей левой части для того чтобы выставить их в css файле футер left-head для h3 я выставляю margin в соответствии с нашим макетом футер left-head для текста копирую стили для текста который находится чуть ниже смотрю отступы и перемещаю эти стили в новый раздел выставляю отступы и после этого копирую название только здесь уже будет у нас тег p а не h3 как в предыдущий раз и раскрываю нашу структуру с помощью эмита нажав клавишу ctrl пробел и после этого tab продолжаем оформлять стили для наших текстовых полей и теперь для текста оценка защиты мы также копируем стили и переносим их в css футер left-body h3 я выставляю все эти параметры которые только что скопировал отступ слева 56 снизу 29 пикселей теперь для нашего класса рейтинг мы выставим отступ слева 56 пикселей копирую стили для вот этого текста который у нас находится рядом со звездочками для рейтинга выставляю display flex и добавляю все эти стили также ставим align items center и justify content space between и теперь у нас текст звездочки находится по двум разным сторонам родительского элемента выставляю отступ справа и для текста который у нас в скобках также копирую стили и переношу их в css переношу их в рейтинг add и теперь у нас текст становится меньше и звездочки отлично влазят у нас и не перескакивают на новую строку выставляю margin bottom 16 для вот этого класса рейтинг и между ними появляется отступ снизу так как нам требуется для footer left bottom я выставил margin top 95 пикселей так как у нас есть еще 16 сверху но мы поставим 111 как на макете и как видим что у нас эти отступы не суммируются поэтому все сейчас у нас отлично выглядит 111 пикселей так как на макете слева я выставляю 66 и копирую все текстовые css свойства здесь нам не нужен этот спан с акцентным текстом потому что цифра и текст у нас написано одинаковым шрифтом для текста который пониже я переношу свои стили и лишний класс просто удаляю для footer textbox я выставляю margin left 23 пикселя а для footer снизу мы устанавливаем 54 только нам нужно установить это для footer left bottom features как видим здесь довольно большой отступ ищем в чем же у нас проблема и видим что отступ у наших вот этих кнопок такой же как ранее мы использовали в предыдущем нашем разделе поэтому нам нужно будет его обнулить для main bottom который находится в footer left bottom именно здесь мы делаем margin top 0 и видим что сейчас у нас правильное расстояние теперь для нашего нижнего раздела я выставляю отступ снизу 60 пикселей судя по макету слева 36 и справа 55 и теперь это можно переписать в один margin объединив просто все через пробел для information я поставлю справа 22 пикселя отступа но текст у нас переносится на две строки так как у нас у всего этого нижнего раздела есть отступ слева мы сейчас видим что у нас дополнительно появляется вот такой большой отступ мы здесь поставим минус 28 пикселей для того чтобы наш текст переместился влево так как у нас уже был более большой пиксель мы вычисляем это с помощью вычитания от большего отступа мы вычитаем тот который поменьше и получаем отрицательное значение для вот этого нашего нижнего элемента я добавил здесь отступ справа для information в 36 пикселей но мы видим что у нас сверху также много чего сбилось и для того чтобы это все вернуть на свои места нам нужно перед features везде где мы используем дописать footer left bottom потому что там сверху у нас также классы называются и нам нужно обознать что это именно для нашего footer а везде где footer нам ничего добавлять не требуется потому что здесь уникальные классы которые нигде не повторяются также я удаляю все пустые классы в CSS которые не используются в редакторе они справа подсвечиваются желтым цветом и здесь мы видим что все у нас восстановилось в предыдущем нашем разделе а здесь все выглядит так как на макете и сейчас мы сверстали этот раздел и нам осталось сделать только его мобильную версию всем привет дорогие друзья сейчас мы будем завершать наш макет создадим мобильную версию для нашего footer а пока что подпишитесь на канал если вы еще этого не сделали нажмите на колокольчик чтобы не пропускать новые видео и давайте начинать в CSS стилях я нахожу фрагмент с медиа запросами для планшетной версии копирую его и вставляю здесь в самом низу и делаю то же самое для мобильной версии 375 пикселей в мобильной версии footer inner я ставлю направление flex direction column для того чтобы у нас шли друг под другом наши блоки но здесь эти стили нужно перенести в планшетную версию потому что мы сейчас занимаемся именно ей и теперь у нас все стало так как должно было быть теперь для footer left я прописываю ордер 2 а для footer right order 1 для того чтобы изменить их положение то есть сначала у нас будет изображение с автомобилем а дальше у нас будет то что у нас на красном фоне также выставляю display flex для нашей левой части а для footer right ставлю высоту 600 пикселей чтобы немного отделить наше изображение от следующего блока посмотрел на макете у нас 1025 пикселей и поставил так как у нас на макете ширину для левой части ставлю автоматически для того чтобы она у нас была во всю ширину экрана а не как мы выставляли раньше 440 пикселей но давайте поставим 768 чтобы она у нас не вылазила за границы там где нам этого не нужно flex wrap я ставлю wrap для того чтобы у нас элементы переносились на новые строки теперь здесь нам нужно указать features которые находятся в footer left bottom и поставить ему display none потому что его нужно нам скрыть как вы видите в планшетной версии этого фрагмента нет теперь для footer left head я устанавливаю ширину 316 пикселей для footer EMG выставляю сверху 114 пикселей отступ справа 34 и можно установить ширину 750 пикселей для текста копирую все параметры выставляю отступ сверху и справа так как на макете и здесь добавляю нужный нам класс смотрим что не так с нашим текстом Model S он у нас на макете выглядит немного по другому и здесь я выставляю ширину 665 пикселей но вижу что все равно картина у нас не совсем такая же ставлю отступ слева а не справа так как он у нас был в десктопной версии и нам нужно его переопределить и теперь текст и изображение выглядят так как на макете но у нашего текста немного другие параметры давайте сейчас их перенесем сюда текст который возле наших линий и для footer info установим эти свойства font size 16, line height 13 пикселей теперь я копирую три наших айтема нашей линии и им нужно будет установить сейчас нужные размеры и отступы сверху и слева смотрим все параметры на макете и переносим их в нашу верстку для изображений нужно выставить соответствующую высоту поэтому я создаю такой вот селектор footer info item 1 emg и выставляю размер по вертикали то есть высоту для нашего изображения первой линии теперь делаем то же самое для второй нашей линии изображения и для самого блока с текстом меняем позицию и ширину и для третьего также нужно выставить правильную высоту и после этого поменять положение на странице вторая линия у нас сейчас настроена и параметры вы видите какие у меня получились точно таким же способом делаем и для третьей линии выставляем высоту ширину текста и настраиваем позицию слева и сверху для правой части я сейчас закомментировал высоту и видим пока что вот такую картину но нужно поставить ее немного меньше и я думаю 550 пикселей будет в самый раз теперь я скопирую некоторые текстовые свойства для h3p и h3 которые находятся у нас в центральной части вот этой нашей левой секции и здесь нам нужно будет подправить отступы и текстовые различные свойства такие как размер шрифта и расстояние между строками поэтому мы их смотрим в макете как мы уже умеем обычная однотипная работа просто смотрим эти значения и переносим их постепенно в наш редактор для footer left head и footer left body я устанавливаю ширину 50% чтобы они поделились ровно пополам здесь для трех вот этих тегов наших я margin установил в ноль и так же сделаем для рейтинга так же для main bottom я убираю эти отступы и для information сейчас нужно будет сделать то же самое как вы видите мы сейчас все это обнулили то что было не очень корректно сделано в десктопной версии надо будет немного переопределить все и после этого у нас уже будет все нормально выглядеть для footer left head я устанавливаю padding слева 34 а сверху 63 пикселя для left body я устанавливаю padding top 63 и right 55 пикселей так же слева выставляю 35 пикселей а для head выставляю справа 35 пикселей но сейчас немного уменьшим эти параметры для отступа справа и посмотрим так чтобы было более близко к макету потому что у нас все равно получаются небольшие отличия от макета когда мы выставляем точно такие же значения у нас получается немного больше скорее всего это связано с разными разрешениями поэтому нам приходится немного подгонять это все вручную для h3 я добавляю отступ снизу 12 пикселей который находится у нас в head а который находится в body я добавляю снизу 29 пикселей все свойства для вот этих трех тегов с текстом которые относятся к шрифту я пока что удалил для footer left bottom я выставляю ширину 100% и margin 0 after и он становится у нас по центру как вы видите нижний наш раздел с двумя кнопками теперь я меняю это значение на 70 сверху и снизу и у нас получается такой вот margin из трех параметров 70 сверху по бокам авто и снизу 64 пикселя для information выставляю font size 16 line height 20 пикселей как на макете и справа добавляю 36 пикселей отступа у кнопки нужно убрать line height или же выставить его размером в 55 пикселей для того чтобы текст стал у нас по центру по вертикали потому что высота у нас тоже 55 пикселей для картинки которая у нас находится в information это кружок с буквой i мы выставляем ширину и высоту 31 пиксель теперь нам нужно сделать версию для смартфона шириной экрана 375 пикселей перейдем на макете к мобильной версии и в принципе сразу видим что здесь практически нет у нас всех этих элементов с кнопками и мы их просто скроем оставим только изображение автомобиля и один текст поэтому все ненужные разделы которых там нет мы скрываем их с помощью display none теперь сверху я переношу для footer right и footer left конструкцию где у нас был установлен ордер и меняю ширину на 375 пикселей для левой нашей части но сейчас она у нас уже будет не слева а снизу но тем не менее мы и выставляем такую ширину копирую сейчас довольно большой кусок из кода нашего который мы писали выше и вставляю его в медиа запросы под 375 пикселей здесь нам конечно придется много чего изменить но некоторые вещи мы отсюда позаимствуем для model text я выставил следующие параметры а для emg выставил left 0 top 75 и ширину 360 также текст заменяю по размеру и ширине интервала между строками сверху ставлю 25 а слева 0 пикселей для footer inner я сейчас выставляю flex direction column и видим сейчас что у нас наше изображение сверху а текст снизу в принципе так как нам и требуется но нужно настроить немного теперь все эти отступы и размеры поэтому мы сейчас для правой и левой колонки сделаем следующее поставим высоту 550 пикселей для начала и в принципе можно даже немного уменьшить скорее всего посмотрим эту высоту на макете и видим что там 294 пикселя но мне кажется что это слишком мало поэтому я поставлю 394 и так вроде уже более похоже на то что нам требуется теперь для наших изображений линий я выставляю нужную высоту так как здесь они у нас еще меньше чем на планшетной версии для текста выставляю нужные правильные размеры шрифта а также для каждого текстового поля я выставляю такую ширину какая у нас на макете теперь нужно выставить отступы слева и сверху для всех наших этих трех блоков здесь есть небольшая проблема с текстом Model S из-за его размеров он создает горизонтальную полосу прокрутки но нам нужно сделать так чтобы Model S было большим написано размером но при этом частично не влазило а обрезалось пока что я просто уменьшил ширину этого блока до 375 пикселей но чуть чуть позже мы это пофиксим сейчас настроим вот этот вот текст все его отступы и размер если потребуется поэтому для Footer Left Head я выставляю сразу же margin 18, 17, 11 и 42 только делаю это для заголовка H3 а для тега P который у нас находится чуть чуть ниже мы установим сейчас другие параметры для H3 я изменил отступ по бокам поставил 22 пикселя для левой и правой стороны а сверху 18 снизу 11 теперь выставляем для TGP я поставлю 0,22 здесь уберу лишнюю точку и теперь нам нужно добавить еще снизу отступ смотрим на макете размер этого отступа и добавляем примерно 50 пикселей так как на макете этот текст не имеет отступа снизу а сделан просто с помощью большого текстового блока это конечно не очень удобно и корректно со стороны дизайнера но нам придется здесь самостоятельно импровизировать теперь нужно донастроить вот этот раздел с изображением подогнать высоту автомобиля сверху весь отступ до него и вот эти три наших линии нужно также выставить в правильное положение здесь в инструментах разработчика я просто подгоняю позицию top и left с помощью стрелочек можно этот размер изменять и после того как я подобрал нужные значения я их выставляю уже в CSS файле и как вы видите стрелка так как наша линия становится в нужном месте то же самое делаем для двух других линий наших подгоняем их по расстоянию слева и сверху и после этого меняем это все в CSS коде выставляю подобранные значения для нашей второй линии и делаем то же самое с третьей как вы видите все довольно просто в инструментах разработчика очень многие вещи нам упрощаются и с помощью них мы многих проблем устраняем поэтому обязательно пользуйтесь F12 должно стать вашей любимой клавишей выставили третью нашу линию теперь для этого текста я выставляю снова ширину 931 пиксель но горизонтальную полосу мы уберем следующим образом для начала мы для этого текста выставим нужный отступ сверху ставим этот текст так как он у нас выглядит на макете как вы видите буква S действительно обрезается но чтобы устранить горизонтальную полосу нужно сделать еще кое-что сейчас попробуем поставить для этого селектора overflow hidden но как видим он у нас не сработал overflow hidden позволяет скрыть то что не влазит у нас в элемент но в данной ситуации нужно сделать overflow hidden для нашего контейнера не общего а который у нас является родителем для вот этого большого текста сейчас мы ставим overflow hidden для него и видим что у нас модул S влазит частично как на макете но горизонтальной полосы у нас нет мы поставили для родительского элемента этого текста overflow hidden и устранили эту проблему на планшете сейчас все у нас корректно отображается на смартфоне тоже у нас сейчас все выглядит так как на макете и мы в принципе завершили этот макет он был довольно простой но тем не менее мы посмотрели как работать с фигмой с этими макетами и увидели что все действительно довольно просто и даже намного проще чем с фотошопом естественно потому что здесь есть готовые инструменты импорта экспорта изображений и например получение большинства фрагментов ссс кода для шрифтовых каких-то значений и даже очень удобно просматривать отступы между разными элементами также здесь сейчас немного у меня текст не так отображается а перескочил на новую строку поэтому я изменю для нашей правой секции вот здесь я выставлю немного другой пэддинг так как я подобрал в инструментах разработчиках я поставлю здесь справа 36 а слева 22 пикселя и теперь будущее вождение влазит в одну строку и не переносится еще раз смотрим проверяем что никаких багов у нас нету все отображается корректно мы сделали три версии под три разных устройства так как у нас макет именно такой мы делаем для тех устройств которые там указаны нам не нужно делать для всех возможных размеров девайсов конечно же на некоторых устройствах будет отображаться не совсем корректно возможно но мы свою задачу выполнили так как цель у нас стояла для iphone x и ipad сделать и десктопную версию мы это и сделали а написать медиазапросы под другие размеры экрана и что-то немного подогнать если будет требоваться это уже не составит никаких проблем и будет очень просто достигаться это цель что такое как это так это как в это что это